МВД Беларуси подтверждает информацию о задержаниях у Минского тракторного завода. Можно понять действия президента? Сначала задержали почти 7 тысяч человек, потом их выпустили. Выпустив, снова стали задерживать, да еще и рабочих. Лидер с точком Беларусь-Калия Андрей Бокун предложил собравшимся на площадь в Солигорске рабочим калийного комбината объявить голодовку, так как число бастующих не доходит до юридически необходимого кворума. У всех один вопрос сегодня. А что на забастовке должен быть юридический какой-то кворум? Это же забастовка. Какая разница, сколько людей бастует? Если одиночные пикеты, какой кворум? Не выяснено. Лукашенко о финансировании уличных протестов. Никакой конкретики, но слова злые. Западные государства уже напрямую, не скрывая в открытую, заявляют о сборе средств и направлении в Беларусь. За последние две недели белорусские банки потеряли огромное количество денег, предполагаю, я караул. Деньги выводятся вкладчиками в любые другие страны, в том числе и в Россию, но только подальше от белорусских банков. Деньги уходят из Беларуси. Это грозит Беларуси дефолтом. Направление средств в Беларусь. Мы это видим. Конечно, мы не можем отследить все средства, которые поступают, потому что очень много средств поступает наличными, но мы это знаем и на этом вопросе сконцентрируемся. А вот что он сказал? Идут деньги, мы не все видим, идут наличные, но мы знаем, на наличных мы сконцентрируемся. Это как понять? МВД о Беларуси демонстрирует кадр для устрашения задержаний у МТЗ. Один из задержанных оказался безработным, который, зевак просто, приехал к зданию из Волковыска. Ну, шел мимо, условно говоря. Так было у нас, когда арестовывали людей в поддержку Николая Платошкина. Подошел мужик и спросил у тех, кто плакат держал свободу к Платошкину, а кто такой Платошкин? Ну, мужика повязали. Полночи провел в СИЗО, бедолага. Башкирия, наконец-то, готовит предложение о выкупе контрольного пакета акций. Той самой башкирской компании, которая ведет разработку сегодня, пытается вести разработку на святых для каждого башкира святые места. Для каждого. И разработка. Выкуп акций. А вопрос после того, к Хабирову, вопрос к президенту. А когда акции будут выкуплены? Добыча соли-то прекратится или будет продолжаться? Роспотребнадзор назвал контролируемой ситуацией с заболеванием ковида в Крыму. А зачем Роспотребнадзор говорит это все? Контролируемая ситуация с заболеванием ковида в Крыму. Конечно, контролируемая. Она всегда будет контролируемой. То есть, как заболел человек, тебя проконтролировали. А помочь тебе не заболеть, об этом нет ни слова. Это как у нас неделю назад Медведев сделал очень важное политическое заявление, что, с его точки зрения, коронавирус в России полностью не побежден. Ума палата. Просто ума палата. Наши начальники, это, ей-богу, ума палата. Милиция перекрывает улицы у здания Белтеля радиокомпании. А кто работает сегодня в эфирах? Вы, может, еще не в эфирах, но кто готов войти, так скажу аккуратно, в эфирах? Похоже, мои коллеги-журналисты из России. У меня есть сведения, что кого-то уговаривают пойти временно на работу на Белорусский канал, Первый канал, в Пулперова и другие государственно-официальные, идеологические, кстати сказать, организации уговаривают. Россиян, журналистов. Китай выступает против того, чтобы какие-либо внешние силы создавали раскол и волнение в Белоруссии. А кто выступает с других-то позиций, можно спросить? Власти Литвы и Латвии, двух стран, не видят возможности признать Светлану Тихановскую, которая заняла второе место на президентских выборах по официальному подсчету голосов, официальному подчеркиваю, на выборах в Белоруссию победителем по итогам голосования, заявил министр на странах дела Латвии Эдгар Слингевич. Но он говорит, о Латвии то же самое сказала и Литва. В переводе на русский язык это значит, вы для нас, к сожалению, пока никто. А может быть и не пока. Вот почему такие истории происходят? Сначала Тихановская заявила, что она очень жалеет, что выдвигается в президенты. Мол, не женское это дело, ох уж эти женщины, говорила Тихановская. Потом, когда ей объяснили, что так себя кандидатов в президенты не ведут, не тот, как говорится, случай, и фраза «Лучше бы я дома оставалась», но оставалась бы дома, она передумала, но не дезавуировала свои заявления. Итоги выборов поразили Тихановскую, думаю я. К сожалению, мы не можем с ней связаться. Очень интересно, конечно, было бы сегодня поговорить с ней хотя бы по телефону, как, впрочем, и с Лукашенко. С Лукашенко проще связаться, чем с Тихановской. Это я совершенно серьезно сейчас говорю. Но Тихановская, которую выдавили из Беларуси, зачем она уехала, я не очень понимаю. Ну хорошо, если он арестовал ее мужа, если он арестовывает всех, в конце концов, ну это политика, это работа такая. Гордо пойти в тюрьму, у нас ты кандидат в президенты, которого не хочет видеть батька. Это красиво. Это входит в понятие выборы, увы. Бежать для политика хуже. Она бежала. Убежав, сказала, что она готова возглавить ее Беларусь, стать национальным лидером. Она на хорошем английском языке уже это все произносит. Сегодня окрик. Девушка, подожди. Мы не готовы сказать, что ты лидер. А вот странно, да, они не признают Запад итоги выборов, но они не говорят, кто же тогда победил. Еще раз, не признают итоги, но не ясно, кто победил. Это как у Лукашенко, то же самое. Будет инаугурация, но неизвестно когда. Скоро. Все смешалось в Доме Облонских, мне кажется, мои уважаемые зрители. Поправьте меня, если я не прав. Лукашенко поблагодарил рабочих, которые не бастуют на предприятиях, и призвал их не прятать глаза в асфальт. Александр Григорьевич, парень, который снимал вас на мобильный телефон, арестован. Вот он не прятал глаза в асфальт, он вас снимал. Что он сделал плохого для республики? Вас снимал. А за что задержали-то? Основными угрозами, которые вызывают беспокойство, является то, что постоянно продолжаются угрозы в адрес семей военных, милиции, спецслужб, госслужащих, работников СМИ. Заявление Лукашенко. От кого угрозы? Хоть бы одно имя прозвучало. Украинские медики опять за сутки фиксируют рекордное число заразившихся коронавирусом. 1967 человек. Это на 22% выше показателя предыдущего дня было 1616 человек. Сколько же коронавируса у нас в России? Вот те официальные цифры, на Украине вот такие скачки. А у нас каждый день в Москве примерно около 700 заразившихся. Кстати, 700 – это огромные цифры. Мы когда уходили на самоизоляцию, коронавируса, напомню, в столице было 500-700. 500-700, но не 700, как сейчас, стабильно. Вот уже почти месяц держится одна и та же цифра. Тихановская призывает Европу не признавать выборы в Беларуси. Да не и не признают. Только какая Европа? Россия, например, готова признать. И, кстати, в Беларуси, может быть, это сфейк, я не знаю, но многие мои коллеги говорят, что в аэропорту стоял самолет руководителя ФСБ России Александра Васильевича Бортникова. Бортников ли прилетел в Беларусь к батьке или кто-то на самолете руководителя ФСБ, не выяснено. Но у меня почему-то складывается ощущение, что у России есть план, который неофициально, именно так, неофициально, что называется, с глазу на глаз, передается сегодня Александру Лукашенко. План выхода из ситуации. Кто-то мне сказал сегодня, я вот не очень верю, что белорусцам будет предложено, Лукашенко будет предложено войти всей республикой в состав России. Тогда новая конституция, уж совсем обнуление сроков для Путина, и новые выборы. Но новые выборы, это как-то, мне кажется, не ко времени. Да и план, быть может, такой не существует, только лишь одни разговоры. Зато Национальный Банк России не ведет реализацию программ и проектов с правительством Швеции. И регулятору неизвестно о замораживании средств, о котором сообщили в Стокгольме. Напомню, сегодня прозвучало сообщение, что денежные средства банков, межбанковские отношения с Европой, в Европе заморожены. В частности, в Стокгольме. Лукашенко о Координационном Совете Оппозиции. Фу, даже читать не хочется, честно скажу. Лукашенко о своих противниках, об оппозиции. Я уже об этом говорил. Создана так называемая Черная Сотня для приема передачи власти. Черная Сотня, напомню, это еврейские погромы когда-то в России. Их так и называли, Черносотенцы. Какая Черная Сотня? Это Тихановская Сотня-то, что ли? Да еще Черная. Черная Сотня, так называемый, штаб оппозиции. Что удивительно, там уже выстроились в очереди и делят портфели. Я хочу сказать, уважаемые Черносотенцы, в стране нет такого количества портфелей, сколько вас стоит в очереди. А метлы и лопаты у нас есть, мы обеспечим. Я бы на месте членов Координационного Совета оппозиции подал бы на Лукашенко в суд иск о защите чести и достоинства. Но как иначе-то? Как президент может такие ярлыки вешать? Черная Сотня. А силовики слышат. Ага, Сотня, значит, сигнал. К чему? Понятно, к чему. Тюрем не хватит скоро. Тюрем. Они собираются провести сегодня или завтра совещание на уровне то ли МИД, то ли руководителей Европейского Союза. Это уже Лукашенко о заявлении глав других государств. Я бы просто им посоветовал, прежде чем тыкать пальцем в нас, внести в повестку дня совещаний вопросы желтых жилетов во Франции, ужасных беспорядков США. Я бы хотел, чтобы они прежде всего рассмотрели протесты против коронавирусной изоляции в Германии и других странах Европы. Как будто главы государств нуждаются в советах Александра Лукашенко. Мы не просили, но он сказал. Все это великие русские поговорки. Если Бог хочет кого-то наказать, то он отнимает прежде разум. Зато демократы, как и предполагал весь мир сегодня в Америке, официально выдвинули Джо Байдена кандидатом в президенты. На общенациональном съезде в штате Висконсин подсчитали голоса на праймерис. В общей сложности Байден получил более трех с половиной тысяч голосов делегатов, а седатор от штата Вермонт Сандерс, который ранее снял свою кандидатуру, всего около 1,1 тысячи голосов. Можно с уверенностью сказать, что Джо Байден имеет высочайшие шансы, чтобы стать новым президентом Соединенных Штатов. А для нас это все и полная невнятница в наших сегодняшних отношениях с Республикой Беларусь, каждому из нас и нашей стране в целом все это грозит, как мне представляется, новыми санкциями.